девчонки приветствую вас на самом канале вязание канала вязание и не только и с вами я сегодня татьяна сегодня я хочу снять еще один тег я нашла этот тег у моего блогера любимого до алиночка и посмотрела я этот тег и мне он очень понравился и буду с вами вязать вязать я буду вязать я буду сегодня комбинезон потому что на данный момент это светлый вариант да сейчас уже темно 8 час вечера второму процесс который я вижу активно это мужской снуд он темного цвета поэтому буду вязать комбинезончик и так если вам интересно то приглашаю на просмотр я себе налила кофейку потому что я только приехала с работы мне сегодня не надо готовить и я хочу пока у меня есть такая возможность отснять тег болталку и так так называется вязаная правда так первый вопрос девчонки на основной текущий процесс на какой он стадии вот прям как раз в тему мне вот как раз у меня сейчас на спицах основной текущий процесс да это мой любимый процесс который у меня плавно перешел из одного процесса в другой что это значит первый основной процесс это у меня был белый комбинезон мишка молочный комбинезон мишка и сейчас второй комбинезон у меня пошел данный заказ только в розовом цвете уже для девочки и он у меня в активной фазе я бы так сказала да в активном продвижении потому что мне нужно его успеть связать и отдать до нового года в подарок прошу прощения у меня там приходит смски так вот это мой комбинезон мишка да вот то что вы видите на экране это его ножка это я уже вижу вторую ножку первая ножка у меня вот такая связано вот такая я вижу на приличный уже возраст ребеночка изначально было на полгодика но заказчица решила взять на вырост и в итоге комбинезончик у меня будет где-то на месяц в 10 я так предполагаю но судя по росту который получается да так что это у меня один основной процесс ну один из основных процессов активных у меня всего два процесса активных потому что два процесса они вяжутся на заказ так второй вопрос девчонки до забыла сказать что вопросов в данном теге будет 21 второй вопрос самый долгий по затраченному времени процесс и самый быстрый самый долгий я так думаю что это плечевое изделие мужское она сама по себе потому что и размерчик большой может быть плед у меня еще долго шел девчонки но в любом случае это где-то до плед наверное самый долгий но я его не очень активно вязала потому что его вязал по моему розовый плед пару месяцев мне кажется потому что мне кажется я даже мужской свитер вязала в течение месяца его связала это с учетом того что я работающий человек да и вязать могу только после работы и выходные самый быстрый процесс я помню я в прошлом году по моему связала мужу шапочку за один день потому что обнаружилось то что нет теплой шапки и я ему быстренько за один день связала шапочку но это я дома была то ли это выходной день был я уже не помню но это был бы самый быстрый процесс так следующий вопрос самый интересный процесс и самый скучный самый интересный процесс это однозначно комбинезон мишка это вообще это такая прям прелесть и расслабуха для меня что это в любом случае всегда будет самым интересным процессом по крайней мере на данный момент это самый интересный процесс а самый скучный процесс скучный процесс знаете вязание снуда детского вот он меня не пошел примут не нравится мне по моему я его даже до сих пор не закончил я его когда-то давно показывала у меня у киры связалась шапка кошка розового цвета и я под эту шапку начинала вязать снуд ну вот мне кажется я до сих пор не закончила но не идет и все вот но не знаю я назвала бы его наверно скучно не знаю почему никак он у меня вообще не движется сейчас он у меня вообще убран я вообще про него забыла вот если бы вопрос этот не увидела я бы и не вспомнила что у меня есть такой процесс на спицах почему-то наверное я уже убрала куда-то ладно не важно четвертый вопросик чему научились за прошедший месяц что хотите освоить ближайшее время чему научилась за прошедший месяц ну почему я научилась я научилась наверное вязать вот этот комбинезон потому что раньше я не вязала детских комбинезонов и так как я уже связала один я могу сказать что даже по пятибалльной системе если делать ставить себе оценки я себе я достаточно самокритично я знаю не оценивать себя да ну на твердую четверку у меня получился комбинезон то есть но я считаю что это большой плюс в моем достижении по вязанию и я рассчитываю что вот этот комбинезон у меня выйдет на твердую пятерку девчонки а чему я хочу научиться в ближайшем время ближайшее время значит у меня есть два подпункт пункта такие да чему бы я хотела научиться первый пункт который приоритет скорее всего будет я хочу научиться вязать жаккардовые рисунки у меня уже есть для этого все я купила наперсток я купила пряжу я продумала модель какую я хочу мне просто нет времени пока до начать учиться этому но я надеюсь что в отпуске который у меня будет примерно через месяц я обязательно начну девчонки осваивать эту технику пусть пусть понемножку не все сразу москва не сразу строилась там но я очень хочу освоить и я обязательно буду осваивать эту технику и второе то чему я бы хотела научиться это конечно же вязание крючком девчонки это моя идея она у меня уже с прошлого года я крючком не умею вязать умею только набирать воздушные петли ну и там какие-то базовые я даже не умею обвязки делать крючком и это меня расстраивает вот это два пункта которым я хотела бы научиться я бы обязательно научилась но так как нет времени лишнего к сожалению у меня пока этот вопрос стоит остро открытый пятый вопрос плохая привычка в вязание лень делать расчеты лень записывать ряды что там еще и тому подобное как вы с ними боретесь так плохая привычка в вязании раньше мне было конечно делать расчеты но в прошлом году когда я я вернулась в мир вязание да это я так называю себя и я связала кофту себе без расчетов я ее почти довязала и мне пришлось ее распустить потому что она была размера на 3 как больше чем я вот именно с того момента я стала делать расчеты то есть тот урок был для меня хорошим уроком после этого я обязательно вижу образцы делаю замеры и все высчитываю девчонки по-другому никак так что там записывать ряды записывать ряды если нужно я записываю но но если идет вязание вот как в этом да например комбинезоне я одну ножку отвязала я знаю сколько по одной ножке я рядов провязала я записала но бы но обычно я пользуюсь счетчиком рядов поэтому вот именно каждый ряд мне не нужно записывать а так и если нужно сходит складывать естественно я складываю записываю но больше мне кажется нет у меня плохих привычек вязание как-то я не замечала за собой поэтому тут что-то сказать не могу такого прям плохие привычки нет у меня плохих привычек не замечала следующий вопрос вяжите ли вы на улице кафе в общественном транспорте на улице кафе не вижу в общественном транспорте я вижу когда езжу летом на электричке на дачу это то вижу при наличии свободных мест да я вижу мне не очень это иногда сначала бывает комфортно да я испытываю некий дискомфорт но тем не менее потому что ехать час десять не на электричке и просто жалко да это время если ты сидишь мне жалко время тратить на просто музыку не знаю интернет или просто смотреть в окошко вот она еще где я вижу вижу естественно как пассажир машине когда еду с мужем но на дачу и все 7 вопросом больше вяжите по писаниям и фотографиям или стараетесь сами придумать модель наверное 50 на 50 я плечевые изделия в основном придумываю сама вот я вязала себе мужу дочки я придумала сама рисунок какой будет и вижу шапки я могу вязать по описаниям но вот данный комбинезон например естественно я вижу по описанию по мастер-классу поэтому у меня 50 на 50 то есть я вижу и так и так бывает по разному следующий вопрос всегда вяжите с удовольствием или же бывает что заставляете себя вязать и причина нет я в основном стараюсь вязать с удовольствием то есть с хорошим настроением даже если я прихожу домой уставшая я всегда вижу то есть у меня нет такого чтобы я заставляла себя вязать иногда бывает да иногда бывает такое что нет сил просто и ты настолько вымотан но это из-за работы до моральной я работаю мне естественно не физическая работа я очень много как это сказать морально могу истощиться да потому что у меня идет нагрузка на вот такие вот считать с людьми договариваться вот такого плана а когда ты общаешься много с людьми и с людьми совсем непростыми порой особенно бывает непростые мы все же люди разные да и каждому человеку нужен особый подход особенно там где я работаю в сфере благоустройства да где благоустройство стоит недешево то естественно люди все разные потребности у всех разные и все бывают капризными и нам даже коллеги на работе да с кем взаимосвязаны мои рабочие процессы иногда могут вымыть так настолько сильно поэтому иногда приходишь домой и просто вот просто хочется полежать отдохнуть и там вообще тогда не до какого вязания но такое у меня бывает редко если просто уж совсем идет сильная загрузка у меня вот за этот год за этот сезон наверное было раза два такое что может быть ну да до 5 раз поэтому только поэтому в плохом настроении я не вижу я не то есть если я вижу то у меня хорошее настроение с хорошими чувствами я вижу а если я не вижу это не знаю что у меня плохое настроение это просто значит что у меня нет сил потому что вязание для меня как расслаблял очка после тяжелого трудового дня я прихожу сажусь вязать и понимаю как же это прекрасно полчаса буквально хватает чтобы восстановиться и прийти в норму девчонки особенно когда ты наливаешь себе кофеечек все такое прекрасное вокруг особенно если это пятница и ты уже едешь на дачу ты понимаешь что те два выходные где можно отдыхать вязать и так далее поэтому вот так поэтому вот так девчонки так следующий вопрос это девятый часто ли ваши близкие слышат фразу подобного плана еще три рядочка и будем ужинать то что касается вот если примут один в один да то ни разу три рядочка и будем ужинать никогда в жизни не слышали от меня фразу у меня муж периодически слышит от меня фразу но сейчас еще три рядочка там еще один рядочек и будем спать уже вот такая да у меня бывает фраза что вот он уже все таня ну пойдем спать уже выключай все свет там и так далее а я от ну сейчас еще один рядок еще один рядок еще три минутки и все и будем спать то есть вот только то в таком формате у меня бывает так 10 вопрос что будете делать неудавшиеся вещи выбросить подарите распустите или и так далее не удавшиеся вещью я буду делать что я буду делать либо выброшу у меня недавно было такое чувство но я пока на реанимации этой вещи я надеюсь что у меня это получится то есть либо я распущу либо выброшу если распустить можно распущу если распустить нельзя то в плане того распустить что нитка такая будет а вот как ангорка которую не распустишь то есть либо одно либо 2 либо распустить либо выбросить третьего недавно так следующий вопросик Как относитесь к вязаным изделиям в интерьере? Три вещи, которые хотели бы иметь в себе в доме. Как я отношусь в интерьере? Не знаю. Никак не отношусь. У меня нет ни одной вещи вязаной в интерьере. Ну, кроме вот игрушки. И пару игрушек. Но это аксессуары, я бы сказала, для развлекушечки. В интерьере, может быть, я бы допустила бы из вязаных вещей. Я подумывала об этом когда-то. Связать большой плед. Например, у меня лежит травка. Такой плед пушистый и мохнатый. Я допускаю, что такое может быть. Или, например, вязаных подушечек каких-то навязать. Буквально сегодня я как раз смотрела вариантики. Но пока, честно скажу, не до них. Так, может быть, когда-нибудь, опять же, если вдруг мне нечего будет вязать, то я, наверное, над этим поработаю плотно. Но пока нет. У меня ничего нет такого в интерьере вязаного. Предлагаю к следующему вопросу перейти. Хотели бы поделиться своим опытом и знаниями, научить кого-нибудь вязать? Сестру, дочь, подругу, мужа. Мужа нет. Сестра нет. Подруга вяжет. Дочка вяжет. Моя дочка, хоть она и маленькая, ей 12 лет, но она вяжет игрушки у меня крючком. Это при том, что я не вяжу крючком, девчонки. Я не умею. Моя дочь, она меня пыталась научить крючком вязать. Но я либо настолько не могу с ним подружиться, я вообще не понимаю. Я не знаю, было такое у кого-то чувство или нет. Я вообще не понимаю, как вязать крючком. Если на спицах мы вяжем, я вижу петли, я понимаю, все это прекрасно. Мы с вами вяжем и понимаем, что, как мы вяжем. Когда петлю снять, когда ее провязать, когда ее убавить, я не знаю, когда ее прибавить. При вязании крючком меня и подруга учила. Меня и дочка моя учила. Меня и книжки учили. В общем, я что-то не поддаюсь, девчонки, обучению вязание крючком. Поэтому дочка моя научилась сама вязать крючком. Иногда я ей подсказываю, как вязать спицами. Вот она у меня спрашивает. Но опять же, у нас сейчас интернет настолько развитый. То есть она сама берет, если ей что-то нужно, и учится. Поэтому, наверное, хотела бы с дочкой, конечно, поделиться. Но чем-то, что я знаю. Следующий вопрос. Три основные причины, по которым вы ведете свой канал на YouTube. Первая причина. Мне так хочется. И это самое, наверное, важное. Мне хочется его вести. Я получаю от этого удовольствие. Это я получаю от общения приятные ощущения. Мне это интересно. То есть я отношусь к этому, как к хобби. Это первая причина. Вторая причина. Какая вторая причина? Я даже не знаю. Три основные причины, по которым вы ведете свой канал. Наверное, у меня не будет трех причин. У меня вот одна. И это самая важная причина. Потому что мне так хочется. Я получаю от этого удовольствия. Больше мне добавить, наверное, нечего, девчонки. Я не знаю. Может быть, я неординарно в своем вопросе буду. Как-то, может быть, по-странному будет звучать. Но у меня есть потребность. Я бы сказала в этом. Я никогда не буду себя заставлять делать что-то через силу. Если я делаю, если я веду канал, то значит, я это делаю с удовольствием, с душой. И к этому так же и отношусь. То есть, если я вернулась в вязание, если раньше, когда я еще была молодая, я не относилась к вязанию как-то... Ну, вяжу и вяжу. А сейчас, когда вот это уже год я вяжу, да, постоянно, то есть, это уже осознанно. Я уже понимаю, что и дальше я буду вязать. Поэтому я буду вести и канал продолжать. То есть, и саморазвитием каким-то заниматься. И, естественно, благодаря Ютубу сами мы развиваемся и узнаем что-то новое. Потому что там есть блогеры, у которых можно многому научиться. В общем-то, мой ответ, наверное, такой, что у меня есть в этом потребность. Мне это нравится. И я вяжу. Больше мне сказать, наверное, нечего, девчонки. Не знаю почему. Четырнадцатый вопрос. Есть ли у вас график или план съемок видео? Придерживаетесь ли вы его? Нет у меня плана, нет у меня графика. Поэтому мне придерживаться, в принципе, нечего. Вот я сегодня сидела, у меня была свободная минутка на работе, да. Я нашла ТЭК и решила, что я тоже хотела бы на него поотвечать. То есть, приехала домой. Вот как раз у меня сегодня муж работает до девяти. Есть время. Я снимаю. То есть, у меня есть подготовка к болталкам, да. То есть, я готовлюсь к своей рубрике. Да, девчонки, я опять проворонила, когда у меня закончила записываться камера. Ну, в общем, я вкратце еще повторюсь. Не знаю, на каком моменте у меня прервалась запись, да. То есть, мои выпуски в эфир, да, скажем так, они не запланированы. Не по графику. Если есть у меня возможность отснять, отмонтировать, я снимаю, монтирую, выгружаю. Если нет, то нет. Переносится на следующий раз, на следующий день, когда будет возможность, время, желание и так далее. Поэтому на этом долго останавливаться не будем. Перехожу к следующему вопросу. Считаете ли вы ведение канала работой или баловством? Ну, баловством я это не считаю. Опять же, я считаю, что ведение канала – это любимое наше хобби. А в наше хобби мы вкладываем душу. Мы делаем это с прекрасным настроением. То есть, это больше как относится к работе, потому что к работе мы относимся ответственно. Ну, и, соответственно, к ведению канала мы тоже подходим все ответственно. Потому что нужно подготовиться, создать вам фоновую картинку, следить за словами-паразитами. То есть, требуется в любом случае какая-то подготовка. И никак это не баловство, девчонки. Если бы было баловство, то все бы выглядело, наверное, по-другому, печальней. И не так красочно, как все мы привыкли видеть. Поэтому больше это работа, чем баловство, естественно. Никак к баловству это не относится. Шестнадцатый вопрос. Смогли бы сейчас легким движением руки удалить канал? Однозначно нет. Однозначно не смогла бы и не планирую делать этого. Поэтому нет. Следующий вопросик. Три любимых канала на ютубе, которые вы смотрите регулярно и в первую очередь. Первый мой любимый канал Алена Порощенко. Второй канал Алина Вяжет. Третий канал я смотрю Людочку, мое вязание. Смотрю Маргариту, Маргу Лайф. Это все относится к третьим категориям. Первые два я сказала. Первая это Алена, вторая Алина. И третьи у меня идут Маргу Лайф, Людмила. Анастасия Иронашка, конечно же, безусловно. Сейчас даже не вспомню, девчонки, кого еще из блогеров я смотрю. Ну, очень часто. Так что я люблю смотреть болталки. Вяжем, сидим, да, и болтаем. Красота. Ну, и слушаем. Так, следующий вопрос. Хотели бы продавать свои изделия или вязать на заказ? Если уже продаете, был ли горький опыт? Горького опыта у меня не было. Ну, продавать и вязать на заказ я немножечко вяжу на заказ, немножечко, естественно, и продаю. И горького опыта у меня не было. У меня еще не прям совсем завал-завал заказов, нет. Но, тем не менее, понемногу у меня поступают мои заказики. И, соответственно, есть немножечко продажи. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас постоянные клиенты? Да, есть. Не буду на этом останавливаться, девчонки. Тут мне, в принципе, добавить нечего, да? Я ответила на вопрос. Двадцатый вопрос. Хотели бы создать свою марку одежды? Нет, наверное, нет. Не хотела бы. Никогда не хотела и не хочу. Свою марку одежды это так настолько ответственно, это столько нужно продумать. А так не хочется заморачиваться. Не хотела. Никогда у меня не было в этом интереса. на то, чтобы создавать свою линию одежды. Нет. Это не мое. То есть, все должно быть, я не знаю даже, как правильно сформулировать, вовремя, в меру, по зубам. То есть, это не для меня. И двадцать первый вопрос. Совет начинающим блогерам или тем, кто хочет, но никак не решится на свой канал? Мне кажется, я уже в каком-то теге встречала такой вопрос. Да. И, в принципе, ответ мой не будет, я думаю, отличаться от того ответа, ну, я уже давала. Я не вспомню, в каком теге это было. Но, естественно, мне нетрудно, я скажу, повторюсь, что я могу пожелать начинающим блогерам и тем, кто еще раздумывает. Девчонки, не думайте долго. Чем дольше вы думаете, тем больше вы отдаляете себя от того чувства, которое вас может захлестнуть с ведением канала. Естественно, я говорю о приятном чувстве, которое вы будете испытывать, когда вас начнут смотреть, когда у вас будет уже больше подписчиков. Когда вы поймете, что ведение канала это именно то, что вы хотели. И когда вы поймете, то, что ведение канала и в будущем, если вы подходите к этому делу серьезно, это именно ваше, именно то, что вам нужно будет в дальнейшем. Поэтому не бойтесь ничего, то есть совсем ничего не бойтесь. Если у вас посетила такая мысль о том, что вы хотите создать канал, то обязательно, девчонки, создавайте его. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. То есть на 100% вы получите такой эмоциональный заряд, то есть такие положительные эмоции. Когда вы откроете, вы будете смотреть статистику вашего канала, будете видеть результат вашей работы и понимать, что да, это классно, да, это супер, это здорово. Поэтому я желаю вам ничего не бояться. Если вы утром проснулись с тем чувством, что вы хотите открыть канал, то бегите к компьютеру, девчонки, придумывайте оригинальное название. Вот, кстати, я к своему каналу оригинального названия не придумала. Ой, мой пингвин упал. Не придумала оригинального названия к своему каналу, но в принципе меня это не напрягает. То, как я назвала вязание с Татьяной, меня полностью устраивает. Все достаточно просто, по-простому. Не стала никаких заморочек делать. Ладно, на это не буду. Поэтому, девчонки, если надумали, то открывайте. И я вам всем желаю большой-большой удачи в этом деле. Больших побед на этом деле. То есть, чтобы все у вас сложилось, чтобы были ваши видео интересные. Было у вас много подписчиков. И вы получили именно то, что вы хотите. Ну, а на этом я с вами, девчоночки, прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, что вы остаетесь со мной. Мы с вами скоро увидимся. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok